Выбил мяч Сычев против него Осипов, Сычев бежит вперед, Сычев забивать можно, Сычев 2-0! Это кадры прошлогоднего розыгрыша Кубка России, где темп сенсационно переиграл джинамо Барнаул 2-1. Это выражение мы очень тяжело восприняли, если честно, прям просто хотелось спрятаться, там никуда не выходить на улицу. Ну немножко обидно было, да, что в том году так по ушам, грубо говоря, нам хлопнули, в этом году надо было отквитать этот должок. Год спустя на старте крупнейшего турнира страны Кубка России темп вновь встречается с Динамо Барнаул. А это шансы взять реванш и ответить недоброжелателям, которые целый год говорят, что профессиональное Динамо не смогло выиграть у любительской команды. Но кто в составе темпа? Те же белоголубые и спортсмены, прошедшие разные футбольные школы. Темп – почти команда профессионалов. Соперники практически равносильные. Оттого и внимание к игре огромное. Я, если честно, практически в полуобморочном состоянии от организации мероприятия, поэтому я, может быть, мне это немножко помогает не волноваться и пока не думать о футболе непосредственно. Стартовый свисток все ближе, мест на трибунах все меньше. По подсчетам болельщиков было около 6 тысяч. Не часто приходится играть при заполненных трибунах. Что Динамо, что тем более темпу. Именно вот чтобы такое количество людей у меня не было. Как само с вами справлялся? Насколько это давило? Ну, да спокойно, кстати. Не знаю, никак не давило. Наоборот, приятно. Мысли у игроков темпа были только о победе. А у белоголубых еще и внутренняя задача – доказать, что прошлогодний матч был недоразумением и не превратить это в традицию. В первом тайме зрители голов не увидели, а вот во втором отрезке динамовцы взяли игру под себя. Забили первыми и через 14 минут удвоили преимущество. А в добавленное время точку поставил только что вышедший на поле Алексей Гришаков. 3-0. Реванш взят. Конечно, обидно. Немножко сил не хватило. Позавчера игра была. К сожалению, не получилось ее перенести. Не знаю, по каким причинам. Но ребята к середине второго тайма подсели немножко физически. Поэтому тяжеловато было. Знаете, биткоин тоже не сразу вырос. Поэтому работать надо, работать. Но у нас есть философия в нашем клубе. Мы от нее не отходим. И мы будем продолжать дальше эту философию. Она состоит в том, что играть красиво, играть для болельщиков, создавать множество моментов, играть комбинационный футбол. И не бояться. Самое главное – не бояться, не делать бездумных передач. Теперь Барнаульская «Динамо» вышла во второй отборочный раунд Кубка России, где встретится со спортсменами из Новосибирска. По предварительным данным, матч пройдет в Барнауле в конце августа. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.